Друзья, привет! С вами Максим Гурьянов, инструктор ССА по фридайвингу. Сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать гидрокостюм для фридайвинга или подводной охоты, какие они вообще бывают и что же все-таки нам нужно. Во-первых, отсеем все ненужное, все возможные дайверские костюмы, костюмы для серфинга, для кайтинга, для различных других видов спорта, оставим только то, что нам нужно для фридайвинга и подводной охоты. А это костюмы, сделанные по технологии открытая опора внутрь. Что такое открытая опора внутрь? Ну, а попозже покажу крупным планом обязательно. Это костюм, который внутрь сделан голым неопреном. Голый неопрен – это неопрен, который ничем не покрыт. Благодаря этому достигается очень хорошее прилегание к вашему телу. И, как следствие, очень хорошо костюм выполняет свою основную функцию – это сохранение тепла. Наружу костюм выполнен, как правило, нейлоном или лайкрой. Для фридайвинга и подводной походы мы выбираем костюм, как мы уже говорили, открытая опора внутрь. Или по-английски называется open cell. Костюмы раздельного типа. Вот я держу отдельно низ и отдельно держу верх. Низ у нас бывает вот такой, как у меня сейчас есть. Это просто такие высокие-высокие штаны. Второй вариант – бывают еще эти штаны, бывают еще с лямками. Вот здесь. Дело вкуса, дело принципа и так далее. Как будто нравится одно, кому-то нравится другое. Есть сторонники того, что если у нас низ идет с лямками, то здесь получается у нас как бы двойной костюм и теплее. Такое мнение имеет место быть. На самом деле. Я большой разницы не почувствовал. То есть я носил и такой, и такой, но на самом деле разницы большой особо нет. Это лично мое мнение. Верх у нас состоит из такой рубашки. Обязательно с длинными рукавами. И у нас сразу же идет он вместе с шлемом. То есть шлем, как допустим в дайвинге, у нас неразделим. Шлем у нас продолжение костюма. Здесь вариант в данном случае вот такой. Это липучка такая. Она очень хорошо держит, очень хорошо застегивается. Также существуют варианты с клипсами. Ну, в общем-то да, только вариант у нас с липучкой и с клипсами. Костюмы у нас, помимо того, что они бывают раздельные, а раздельные именно нам нужны, костюмы у нас варьируются по толщине. По толщине все зависит будет от того, в воде какой температуры вы собираетесь нырять. Если это вода теплая, то есть это Красное море, то есть это различные теплые океаны, бассейн в том числе, это у нас 1-3 миллиметра. Если у нас речь идет о погружении в холодных водоемах или холодных морях, Черное море считается у нас холодным морем, и естественно озера, речки, пруды и так далее, и тому подобное, то есть водоемы Российской Федерации, то тут начинается толщина от 5 миллиметров. 5-7 миллиметров это лето, это осень, поздняя осень и зима это 9 миллиметров. Хотя, в общем-то, я ныряю в костюме 7 миллиметров круглый год, даже зимой, даже в минус 20. То есть степень толщины костюма, допустим, 5 или 7 миллиметров летом, определяется степенью вашей мерзлявости и склонностью к замерзанию. Почему? Объясню всем тем, кто не понимает, почему мы ныряем летом, в июле, чуть ли не в жару под 40, мы ныряем в 7-миллиметровых костюмах. Есть такое понятие, как термоклин. Термоклин встречается в наших российских водоемах. Это, если так объяснять по физике, принцип растительного масла и воды. Вот у нас, если представить озеро, это такой стаканчик с водой, сверх которого налит растительное масло. Растительное масло и вода, они не перемешиваются. То же самое происходит с верхним слоем, который, ну, метров 5 он приблизительно, он прогревается солнцем. А поскольку в озере вода у нас не имеет активных течений, как на море, не перемешивается, то, соответственно, глубже 5 метров, если мы уходим, идет очень резкий перепад на достаточно холодную температуру. Есть два термоклина. Первый, он идет у нас на плюс 10 градусов приблизительно, и второй начинается где-то с 15 метров на плюс 4 градуса. Зимой, естественно, даже в озерах, вся вода примерно одной температуры. Где-то плюс 4 градуса. Вон, реально, зимой плюс 4 градуса было. Соответственно, есть родниковые озера, где всегда и на поверхности, и на дне будет плюс 4. То есть, вот почему мы даже в июле одеваем очень толстые костюмы. 7 миллиметров, 5-7 миллиметров. Теперь к вопросу, как выбрать размер костюма. Есть ровно два варианта. Это купить костюм по стандартным меркам, выполненный, и костюм, сделанный по индивидуальному пошиву. Что такое костюм, выполненный по стандартным меркам? Это значит, что после того, как вы определились с маркой костюма, с брендом, который вы выбрали, к примеру, Aqua Discovery, Omer, Spores Up, вы смотрите размерную таблицу конкретного бренда. К примеру, у Aqua Discovery есть очень такая подробная таблица, где нужно снять порядка 4 мерок. И, в общем-то, если вы сделали все правильно, все правильно попромерили, и вы попадаете под какой-то конкретный размер, то процентов 95, что костюм вам подойдет, нигде не будет сжать, нигде не будет болтаться и так далее. Если же вы видите, что хотя бы по двум меркам вы не проходите под какой-то размер, в ваш случае это индивидуальный пошив. В случае индивидуального пошива, к примеру, опять-таки, разберем компанию Aqua Discovery, костюм, который у меня сейчас есть, и есть всегда в наличии в моем интернет-магазине, скачивается такая таблица, где имеется порядка 30 мерок, там с одной руки только снимается, по-моему, где-то 3 мерки. Костюм придет к вам примерно через 2-2,5, а в горячий сезон где-то через 3 недели, но костюм будет выполнен полностью под вас, учитывая все особенности вашей фигуры. К вопросу о том, какую фирму выбирать. Значит, если раньше у нас на самом деле действительно была такая пропасть между зарубежными костюмами и российскими костюмами, то сейчас ситуация все-таки выровнялась, и наиболее ходовой распространенной маркой в России является марка Aqua Discovery. Костюмы очень даже неплохого качества. Лично у меня и толстые, и тонкие костюмы данного бренда, и, естественно, в моем интернет-магазине вы можете заказать любой костюм Aqua Discovery, у меня представлен полный ассортимент. Также, естественно, у меня есть возможность пошива, индивидуального пошива. К вопросу о том, как должен храниться гидрокостюм. Вот у меня сейчас он абсолютно лежит неправильно. Если он у вас таким образом пролежит неделю-две, неделю-месяц, особенно сырой, после нырялки, то ничего хорошего точно не произойдет. У костюма будет очень много зажимов, морщинок, прочих-прочих неприятностей, которые, естественно, снизят срок службы вашего костюма. После того, как вы приехали с нырялки, даже если вы пришли просто из бассейна, не говоря уже о море, где у нас соленая вода, в том числе и об озере, где не соленая вода, но она тоже очень-очень живая, мы обязательно костюм прополаскиваем под проточной водой из-под крана. Прополаскиваем мы его, выворачивая на внутреннюю сторону, на сторону, где как раз у нас открытая опора. Затем мы его вот на этой стороне, этой стороной вешаем за такие вот петелечки, либо за лямки, если у вас низ с лямками, и даем ему стечь. Ставим тазик такой, стекает, естественно, не под прямыми солнечными лучами, желательно в тени, желательно на ветру, так быстрее высохнуть. И низ то же самое, мы можем вот сюда вот продеть вешалочку, естественно, вешалку не острую, не железную, что-то более мягкое, щадящее. Костюм тоже у нас стекает, в тазик или еще куда-то. Затем мы обе части костюма выворачиваем на лицевую сторону, даем в таком же положении досохнуть, и вешаем в шифонер или в кладовку, естественно, дома, ни в коем случае не на мороз, потому что я знаю, что люди есть, которые костюмы хранят и на балконах в минус 20, ничего хорошего точно не будет, потом костюмом можно будет колоть дрова. Костюм хранится в теплом месте, в шифонере или в кладовке, в развешенном состоянии, как костюм для свадьбы. То есть никаких складок, никаких вот таких вот положений у костюма быть не должно. Только в таком состоянии подвешено. Обязательно. К вопросу о том, как надевать гидрокостюм. Конечно, в данный момент нужно показывать у воды и, естественно, надевая костюм. Скажу только, что есть две методики. То есть первое – это одевание открытой поры при помощи мыльного раствора. Очень распространенная методика и менее травмоопасная для костюма. То есть разводится у нас мыло с водой, сперва оно заливается в костюм, вспенивается, выливается, и вы в этот костюм проскальзиваете. И более травмоопасная для костюма техника – это одевание гидроударом. Когда костюм запускается в опада, и пока вот там она есть, собственно, мы туда проскальзываем. Но эта техника требует очень-очень деликатного обращения. То есть шансов травмировать костюм, причинить ему вред, здесь будет гораздо больше. Поверьте мне. Продолжение следует...